Друзья, всем привет! Вы на канале Louise's Kitchen. Сегодня у меня голосовое видео и хочу просто показать сборку туртика медвежонок. Просто выпекла в трех коржах и потом собрала. Вырезала я его в такой более круглой форме. Этот нижний ярус состоит из орехового бисквита и шоколадного крем-чиза. И сейчас у меня подготовлен финишный крем для покрытия. Рецепт оставлю под видео. Мы его не будем выравнивать, а просто будем уже украшать другим кремом сверху. Поэтому мне нужен только тоненький слой крема. Наносим. Субтитры создавал DimaTorzok После сборки торт постоял у меня ночь в холодильнике, выставился. И сегодня мы его будем собирать и украшать. Каждый торт находится на своей подложке. Пока убираем этот торт в холодильник и займемся сейчас головой. И вот это у меня верхняя часть торта голова, голова нашего мишки. И торт этот у меня красный бархат. Я испекла красный бархат тоненьким пластом и потом уже вырезала кружочки разного диаметра и собирала его в форме шара, где нужно было слегка подрезала. И вот это ушки и носик. Это у нас картошка из остатков бисквита. Просто от руки сделаю вот эти ушки, носик и сейчас тоже быстренько покроем кремом. Музыка Музыка Этот торт тоже отстоялся в холодильнике. ночь. Вот он уже стабилизировался. И сейчас мы будем его собирать. Вот, друзья, я положила вот такую вот подложку. Вот такая непрогибающаяся. Сейчас мы будем устанавливать торт. Музыка Высота этого нижнего яруса получается примерно 14 сантиметров. Высота головы нам не нужно, чтобы у нас шпажка выходила сквозь. Поэтому где-то примерно 12 сантиметров. Шпажка у меня длиной получается 30 сантиметров. 14 и 12 и 26. И попробуем вот этими кусачками надломить. Немножко край я подрезаю, чтобы он был ровным. Теперь вот здесь у нас центр. В общем, строго по центру вставляем нашу шпажку. Когда чувствуем, что шпажка упирается в подложку, нам нужно ее немножечко слегка проткнуть. Поэтому слегка постучим, чтобы воткнуть ее хорошо. Вот. Вот. Так. нам нужно установить несколько таких шпажек по кругу диаметром, который будет немножечко меньше диаметра шеи головы. Вот у меня здесь вот этот вот диаметр идет. Это как диаметр шеи головы. Немножечко от нее отступаем. Где-то сантиметр-полтора. И вот так вот мы, получается, здесь сантиметр-четыре от центра вставляем шпажку и до конца. И замеряем. Аккуратно вынимаем. Срез на краешек мы выравниваем, чтобы верхний ярус сидел ровно, без наклона. Теперь по ней измеряем остальные три шпажки. Итак, подрезали мы все четыре шпажки. Так вот они все должны быть одинаковыми. Вот. И теперь мы их вставляем. В каждой подложке под тортом есть отверстие специально для центральной оси. так. Поэтому аккуратненько снимаем голову. Так. Нащупываем нашу дырочку. и на эту дырочку насаживаем. И опускаем. Здесь у меня картошка осталась от остатков нижнего яруса. И также мы формируем ручки. чтобы они у нас держались. Потому что ручки тяжелые. Так. Я их попробую посадить на шпажку. Надо же. Оказалось, не записалось. Теперь мы сделаем ножки. Я вот такие сделала из картошки. Как бы колбаски. так всё сделала. И так друзья. Я подготовила крем. Друковый. Заварный масляный крем. И красила вот такие вот цветные. Вот такие вот цвета у меня получились. Смешивала я ивры и немножечко коричневого цвета. Вот этот коричневый цвет я получила смешанием коричневого, такого вот цвета и немножечко оранжевого цвета. Вот таких трёх цветов, смесь трёх цветов, у меня получился такой вот коричневый цвет. И приступаем. В первую очередь я сделаю манишку, лапки, ушки и мордочку. И сделать буду это светлым кремом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот такой медвежонок у меня получился. Принарисуем глазки ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова